Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. И сегодня у нас начало декабря, отличная погода, 14 градусов, солнце пробивается через облака, море волнуется, а мы с вами на пляже, на море, и я встретил своего хорошего знакомого Сергея Богданова. Сергей, привет! Привет! Сергей занимается недвижимостью в нашем славном городе Сочи. Расскажи вообще о себе. Да, всех приветствую! Меня зовут Богданов Сергей, я эксперт по недвижимости в городе Сочи, и наверняка многие из зрителей твоего канала смотрят, что у нас замечательная погода из 365 дней, около 300 дней хорошая погода, и зимой тепло, и лето замечательно, и наверняка многие задумывались о покупке недвижимости, и как раз люди, твои зрители, могут по этому вопросу обратиться ко мне. Я с рождения живу в Сочи, 9 лет занимаюсь недвижимостью, и могут не стесняться и звонить или писать мне. Сергей тоже ведет свой YouTube-канал, подпишитесь, посмотрите, здесь на экране будет телефон, обязательно загляните в описание, там будет ссылочка на его канал, ну или можете просто самостоятельно найти Сергей Богданов в Сочи. Сергей, расскажи, что подталкивает вообще людей переехать в Сочи, купить здесь недвижимость? Да, но самое главное это погода, вот о чем как раз твой канал, это замечательная погода у нас в Сочи, и зимой замечательно, и летом. Второе это безупречная экология, здесь нет какого-то производства, фабрик, заводов, отличная экология, все хотят быть здоровыми, все хотят прожить много лет. Особенно много спортсменов по утрам бегают на набережной. Да, Сочи это единственный город в России, где можно заниматься всеми видами спорта круглый год, и футболом, и теннисом, и так далее. И на лыжах покататься, и в море искупаться. Сочетание как раз, вот такое редкое сочетание, нигде в мире, не знаю ни одного города, где одновременно и морской курорт, и горнолыжный курорт вместе в одном городе. То есть на расстоянии буквально получаса, и люди могут летом купаться на море, а зимой заниматься зимними видами спорта. Много культурных мероприятий, концерты, театры, разные фестивали, соревнования. Футбольные матчи, правильно? Да, там фестивали. Фестивали спортивные там и так далее. И, конечно, все это привлекает людей со всей России, и, конечно, люди покупают здесь недвижимость. А вот такой вопрос, Сергей, подскажи. Вот я, например, живу в другом городе, купил здесь квартиру, но сюда я приезжаю на 2 недели, ну максимум на месяц, год. Что вообще делать мне с квартирой дальше? Да, ну бывает так, что кто-то покупает и постоянно на совсем переезжают люди, живут здесь круглый год. Кто-то, вот как ты говоришь, 2 недели, месяц, году. То есть люди у себя в городе занимают хорошую, серьезную должность где-то на работе или серьезный какой-то бизнес. И они не могут оставить свой город пока, но они хотят здесь проводить много времени. И уже не в отеле, а хотят, чтобы у них здесь была своя квартира, чтобы здесь себя ощущать как дома. Там жену с детьми, например, отправить на каникулы или бабушку с внуками. Или самим приезжать уже не в отеле, а в свою квартиру. Вот, также бывает покупают сдавать, то есть бывает, что приезжают сами и в свое отсутствие квартиру сдают. Бывает, что тут человек вообще очень редко или вообще практически не может выезжать, потому что там дела, работа. Бывает, что квартира только для аренды. Бывает, покупают перепродать потом, в дальнейшем купили, потом цена подросла, перепродали. Бывает, комбинируют эти варианты. Бывает, несколько квартир, например, одну покупают себе приезжать или жить, 2-3, например, для аренды. Или там еще одну-две потом в будущем перепродать, заработать. То есть различные варианты. Друзья, подписывайтесь на канал Сергея. Ссылочки будут в описании. Телефон вы увидите на экране. Либо можете сами найти в поисковике Сергей Богданов в Сочи. У Сергея интересные видео не только про недвижимость, но и в целом про различные места города Сочи. Ну и, конечно же, смотрите Черное море каждый день. Всем пока. Пока, Сергей. Было приятно пообщаться.